Пришло время поговорить о мироздании, о мироздании и времени. Итак, согласно Веде, согласно Джьотиш, наша галактика – это пространство, которое в поперечнике занимает около 160 тысяч световых лет. Это очень близко к современным цифрам. Также Веда говорит о том, что существует галактика в таком виде, как мы ее знаем, около 2 миллионов, простите, миллиардов лет. Еще около 50 она развивалась. Итак, эти цифры тоже в целом соответствуют современным воззрениям. Таким образом, мы можем совершенно четко отметить глубину знания ведических мудрецов. Ведь даже сейчас есть десятки точек зрения у науки, сколько мы существуем, как существуем. Веде же совершенно четко все это определено, нет никаких сомнений, соответственно, этому можно верить. Следующий момент, который нужно знать о мироздании, что согласно Джьотиш, Солнце, Солнечная система, с одной стороны движется вокруг галактики, а с другой стороны она дополнительно вращается вокруг черной дыры. Период этого вращения составляет 24 тысячи лет. Современные воззрения также подтверждают это, но говорят о другом времени, около 25-26 тысячах лет. Дело в том, что, конечно, ведическое знание более точно, потому что оно проверено временем. Итак, Солнце, вращаясь вокруг некоторой черной дыры, 12 тысяч лет приближается к галактике, к центру, и 12 тысяч лет удаляется. Галактика, центр галактики, по сути, это место обитания Создателя, фактически свет, который дает галактика, это свет создания. Соответственно, когда мы приближаемся к центру галактики, люди становятся более разумными, обладают лучшей памятью. Таким образом, они способны помнить и действовать в согласии с ведой. Когда удаляемся от центра галактики, ситуация ухудшается. Соответственно, совсем недавно мы были в самой дальней точке от центра галактики. 500 лет до нашей эры – это момент, когда человечество было в самом неблагоприятном положении, когда человек начался отказываться от понятия Всевышнего. Тогда появились известные течения, как буддизм, многие другие, которые отрицали Всевышнего или говорили, что человек – это и есть Всевышний. Конечно, это связано с тем, что произошел упадок, упадок разума человека. С тех пор мы начали приближаться к центру галактики, и так называемая Кали-Юга, маленькая эпоха деградации, которая является частью большой эпохи деградации, закончилась приблизительно в 1600 году нашей эры. Если вы вспомните исторические факты, мы знаем, что это самые страшные времена до эпохи Возрождения, когда люди ни во что не ставились, когда люди считались или считали себя буквально телами, а существа высочайшие, которые приходили в этот мир для того, чтобы дать знания о Всевышнем, были уничтожены. В данном случае я говорю о Христе. Это очень четко показывает, как действительно работает время, какие бывают эпохи в нашем мироздании. Что же происходит с 1600 года нашей эры? Это время мы называем эпохой Возрождения. Давайте некоторые факты я вам перечислю. 1600 год. Гильберт изучает магнитное поле Земли. 1602 год. Открытие явления резонанса. Галилей. 1609. Изучены важнейшие законы астрономии. Кеплер. 1670. Изучены законы всемирного тяготения. Ньютон. 1690. Волновая теория света. 1700. Паровая машина. Томас Севери. 1766. Открытие водорода. 1774. Открытие кислорода. 75. Закон сохранения массы вещества. 76. Трудовая теория стоимости. 80. Вариационное исчисление. Лагранж. 1785. Основной закон электростатики. Кулон. Таким образом мы видим, что это период, когда произошло фундаментальное изменение в психике человека. Человек начал замечать более тонкие детали в мироздании. Более глубокие, чем просто физическое ощущение. Именно смена эпох, смена энергетики позволяет сейчас делать новые и новые открытия. Дает дорогу техническому и прежде всего духовному прогрессу. Именно сейчас возрождается веда во всей своей силе, когда все знание объединяется обратно в единую систему. И делает возможным достижение каждого человека, достижение счастья.